Здравый смысл Доброе утро! В эфире программа Здравый смысл. Мы традиционно говорим здесь о том, что делает нас лучше. А у нас в студии гость Григорий Леон, эксперт по кинезитерапии и массажу. Привет, Григорий! Здравствуйте всем, кто меня слышит и видит. Благодарю, что пригласили меня сегодня на эту программу. Чем могу быть вам полезен? Поговорим мы о движении, о правильном движении. Почему адаптивная физкультура сегодня набирает популярность? В чем ее польза? Ну, смотрите, ее польза в том, что сейчас век обездвиженности, то есть мы все сидим за компьютером, или в машине, или дома. И поэтому не используем все мышцы нашего тела, а их у нас 700. У нас 400 суставов и 700 мышц. И каждая мышца это маленькое сердце, которое качает кровь. А кровь это то, с чем передаются все питательные вещества. Ну и лимфатическую систему продвигает. И лимфатическую систему в том числе, да. То есть целый, как бы весь жизненный процесс, жизнь и есть движение, да. Если у нас 20% мышц работает вместо 100, то, конечно, работа всех органов и систем сразу же снижается. То есть там начинает болеть голова, начинает болеть спина, плохое самочувствие, депрессия и так далее. Поэтому адаптивная физкультура это то, когда мы адаптируем упражнения под человека. Каждый человек индивидуален. То есть это не универсальный набор упражнений, которые мы видим в Инстаграм, в Ютубе или еще где-то. Нет, нет, ни в коем случае, да. То есть каждый человек индивидуален, у каждого свои особенности, свой рост, свой вес и так далее. То есть какие-то травмы у кого-то есть, у кого-то еще что-то. И вот адаптивная физкультура это то, что мы подбираем, мы адаптируем упражнения под человека, под индивидуального человека. И этот подход, конечно, я стараюсь максимально развить, всем привить, чтобы люди понимали, что просто приседать, отжиматься и делать растяжку... Не всегда работают. Не всегда работают. Здесь как всё-таки определяется, какой набор упражнений нужен каждому конкретному человеку? Ну, вообще я расскажу коротко про свою практику, как я это делаю. Я осматриваю каждого лично руками. То есть есть такая диагностика, которая тестирует мышцы, связки, сухожилия, суставы, как они работают. И только исходя из этого я уже могу что-то назначить. То есть просто по телефону или не видеть человека мне не представляется возможным понять, что же нужно ему дать для того, чтобы он получил тот результат, который он хочет. Результат, наверное, здоровья и хорошее самочувствие. Ну, может быть, по фигуре что-то или по спине. То есть разные задачи бывают. Ну, и исходя из этого, какой-то набор упражнений человеку назначается. Да. Скажи, пожалуйста, как ты пришёл к этой методике, как это направление стало твоей, скажем, профессией? Почему ты видишь в этом некую миссию? Я начал заниматься этим с детства, то есть со школы, когда я ещё учился в школе. Причиной является то, что все окружающие меня люди, то есть это родители, это знакомые, это близкий круг, страдали болями в спине. И я понимал, что уже видел, видел, не то, что даже понимал, видел, лекарства не помогают, уколы не помогают, там массажи и прочее. И как ребёнок я мечтал, то есть у меня была такая мечта, цель. Как я могу сделать так, чтобы мне помочь этим людям, чтобы мои родители не страдали, чтобы люди вокруг радовались жизни. Потому что для меня это выглядело, знаете, как некая такая проказа. То есть вокруг все поражены болями в спине. Один человек на коляске, другой не может отойти с кровати, третий боится поднять ведро там, ну, полное, да. То есть это постоянный страх, постоянная депрессия и ожидание боли. Поэтому вот это выросло из детских таких вот грёз. Потом это перешло уже... Ну, и случайно жизнь окружила, видимо, людьми, у которых болела спина. Ну, ничего не бывает случайного в этой жизни, да. То есть всё премудро, всё даётся Вселенной для чего-то. Я знаю, что ты применяешь методику профессора Бубновского. Расскажи, в чём её суть и почему она произвела такое впечатление на тебя? Я очень много читал в детстве. То есть я плохо учился, но при этом очень изучал анатомию, любил физиологию, вот это всё. И это был как бы поиск, поиск того, как помочь. Как помочь. То есть я понимал, что нужно в теле, в теле всё есть, нужно просто найти. И один раз мне попалась книга Бубновского, то есть через знакомых, такая ещё самая первая его книга, старая. Я, когда её прочитал, понял, что это то, что я искал. То есть вот оно. Вот оно, истина, простая истина, которая изложена здесь. И начал по этой книге пробовать что-то делать. Но, как вы понимаете, любая книга – это всё равно реклама. То есть всю систему раскрыть невозможно. И, как я уже сказал прежде, не осматривать человека, упражнение подобрать тоже нереально. Поэтому опыт был, конечно, весёлый. То есть сначала стало лучше, потом стало ещё хуже от выполнения упражнений. Так как потом я понял, что мы делали неправильно процентов 80. И один из моих знакомых проникся этой книгой. То есть он поверил, что это работает, хотя ему стало хуже. Он чувствовал прям сердцем, что да, это правда. И он поехал в Москву. А я увязался за ним. То есть возьми, возьми меня, пожалуйста, с собой. И он меня взял. И когда я приехал в Москву, в воле промысла я познакомился с Бубновским. То есть это была не случайная случайность, когда мы в коридоре с ним встретились. И я к нему подхожу. То есть я ребёнок ещё. Я к нему подхожу и говорю, Сергей Михайлович, меня научите, пожалуйста, лечить людей так же, как вы. То есть у меня было такое состояние пограничной слёзы и восторг от того, что я видел, что он делает. Думал, как это возможно. То есть я хочу так же. Я просто меня срубило вот это. И он посмотрел на меня очень так проницательно, долго. То есть я никогда не забуду этот взгляд. И сказал, что я беру тебя на учёбу к себе. И вот так началось наше с ним общение. Он сам в прошлом инвалид-колясочник. Он 27 лет отходил на костылях. Закончил мед. То есть у него была авария. Очень сильное ДТП. Те травмы, которые он получил, медицина не восстанавливала. То есть хирурги его как бы собрали, так скажем, сшили. А как жить дальше, никто не объяснил. И он стал искать методы восстановления. И закончив мединститут, он понял, что медицина не лечит, а является только как бы снятие симптомов. Есть боль, боль снимаем, проблему не решаем. И он поехал по миру, по России искать возможности, как это сделать. И в течение 30 лет он собрал много-много разных методик в одну. И на базе этого построил, так скажем, свой бренд, свою систему. Система доктора Бубновского. Восстановление позвоночника сустава без лекарств вообще. И вот я этой системе у него лично учился. В этом моя фишка. То есть у него есть институт. Я в нём тоже учился. Но мне повезло, что я работал непосредственно с ним. То есть как мы сейчас с вами сидим за этим столом, так же мы сидели с ним за столом вдвоём. И как бы он говорил, Гриша, смотри, вот эта ситуация, делаем то-то, делаем это. И так прошло 5 лет. Ну там с перерывами. То есть я ещё учился в школе, уже начал восстанавливать людей в центре доктора Бубновского. Я, конечно, очень ему за это признателен, потому что ни одно место, где я учился, больше не дали мне тех знаний, той полноты картины, видения именно тела и тех возможностей, которыми я сейчас пользуюсь. Правильно ли я понимаю, что основная суть методики – это правильно подобранные упражнения? Или здесь что-то ещё? Это именно комплексный подход. То есть упражнения являются одной из составляющих восстановления. Самый важный, наверное, да. И упражнения именно на тренажёрах. То есть он разработал свой тренажёр, назвал его многофункциональный тренажёр Бубновского, который может человек купить и даже использовать его дома. То есть для этого не нужен спортзал. И на этом тренажёре используется декомпрессионное упражнение. Декомпрессионное – это когда у нас нет сжатия позвоночника и суставов, то есть нет компрессии. Всё делается на раскрытии, на растяжении, что и позволяет нам работать с острой болью в спине, с разными проблемами, которые считаются такими страшными. То есть если человек слышит, что у меня, к примеру, грыжа, то для него это приговор. А Бубновский объясняет, что нет. И как бы с помощью этого тренажёра восстанавливает мышцы, восстанавливает связки, восстанавливает питание. А есть ли смысл к этой методике прибегать, когда ты, в общем-то, здоров, и у тебя всё в порядке, ну, чтобы, скажем так, профилактировать и поддерживать здоровое состояние тела? Угу. Безусловно, есть. Так как эта методика, она направлена не только на восстановление острых заболеваний, она направлена вообще на полноценное здоровье. То есть если ты хочешь быть постоянно в форме и чувствовать себя прекрасно, то не стоит ждать того момента, когда уже тебе поставят какой-то диагноз. Очень важно это предотвратить. И с помощью этой методики, конечно, это можно сделать. Она очень интересная. Там больше двухста упражнений разнообразных, которые, когда ты делаешь, ты чувствуешь очень своё тело, начинаешь им управлять. И знаете, тут, наверное, подчеркну, что работа идёт индивидуально с каждой частью тела. То есть с каждой ногой, с каждой рукой, с каждой мышцей индивидуально. То есть такого мало. Допустим, приходишь в спортзал, садишься в тренажёр и начинаешь работать. То есть там работает какая-то там часть тела. В этой методике работает непосредственно какая-то мышца или группа мышц. И с помощью разнообразности упражнений ты варьируешь это. И я сравниваю всегда тело и ноги, особенно, с колёсами. То есть колесо должно быть отбалансировано, чтобы не было проблем с подвеской. Вот точно так же эти упражнения балансируют тело. Поэтому здоровым людям, у которых ничего не болит, я прям рекомендую начать с этого. И они будут активны до конца своих дней. Очень активны. Когда я готовилась к программе, мы обсуждали такой момент, как коучинг в этом деле, в деле поддержания здоровых суставов и позвоночника. Расскажи здесь всё-таки, почему это важно и к какому количеству, процентному, может быть, соотношению своих подопечных ты применяешь этот момент? Ну, скажу честно, что я начал это понимать не так давно. То есть всегда это чувствовал, видел и как-то интуитивно шёл к этому. То есть разговорами, наблюдениями. Но именно вот так, чтобы углубиться в это сильно и профессионально, я начал в прошлом году это делать. То есть я пошёл на обучение. И, пожалуй, сейчас, наверное, я вижу, что это вообще основа. То есть если у человека нет спокойствия, если человек не умеет любить себя, не умеет слышать себя, если у него есть какие-то обиды, страхи, то даже при условии абсолютно правильного подхода к упражнению, к массажу, к питанию и так далее, будут так называемые откаты. То есть почему человек занимается год, вроде бы всё хорошо, вроде бы восстановился, вроде бы отличное самочувствие, потом бах и откат. Откат он называется, когда человек бросает тренировки и возвращается в точку А. Понять очень было сложно это раньше, то есть что произошло. А происходит то, что вот эти блоки, вот эти вот непрожитые истории, которые, скорее всего, с детства идут, они, их никто не отработал, не убрал, они возвращаются, и за собой они ведут все вот эти вот проблемы. То есть сутула, осанка, шея вжатая в плечи, там боль в суставах и так далее, это всё связано именно с психосоматическими вот такими вещами. Ну, мы в программе всегда говорим о том, что если человек начинает, ну, как правило, что это баланс, да, некий, когда ты занимаешься психикой, да, улучшаешь своё состояние эмоционально, то ты, как правило, всё равно так или иначе идёшь в тело. И наоборот, начиная заниматься телом, тебе хочется, ты начинаешь понимать, что где-то, наверное, есть проблемы с эмоциональной твоей историей, и ты с этим тоже работаешь. То есть в этом случае тоже некий комплекс. Да, да, я считаю, что невозможно достичь полной гармонии, занимаясь только телом, и точно так же невозможно полной гармонии достичь, занимаясь только головой, ну, психикой, так скажем. То есть это две вещи нераздельные. Вопрос в том, с чего стоит начать. Вот это индивидуально. То есть иногда настолько тело деревянное, так скажем, да, то есть оно настолько спазмировано, что даже до головы-то не достучаться. То есть нужно хотя бы немножко расслабиться. Для этого есть помощь массаж, профессиональный массаж, да, когда человек знает, что он делает, и там, и тренировки. А потом уже, когда немножко блок снимается, можно пойти в голову. Иногда наоборот. То есть тут нужно смотреть по ситуации. Но эти две вещи нераздельные, я считаю. Я называю это треугольником здоровья. А что это такое? Расскажи подробнее. Треугольник здоровья — это... Ну, почему треугольник? Потому что все стороны равны. То есть нельзя выкинуть ни одну грань. Это полноценная, равноценная такая система. В нее входит психологическое состояние, это основа. То есть чтобы человек понимал себя. Вот я думаю, это самое важное. Понимать, что ты хочешь. То есть когда человек любит себя, уважает себя, это транслируется и ко всему окружающему, что он видит, и с кем он общается. То есть это самое важное, я считаю. Дальше составляющей здоровья является тренировочный процесс. То есть он не исключим. Обязательно упражнение нужно делать. Хотя бы два раза в неделю. Это минимум. Дальше. Раз в месяц я рекомендую делать массаж, так как чаще... Курс или сеанс? Сеанс. То есть моя практика показывает, что 12-15 массажей в год, в год, это тот оптимальный период, с помощью которого человек поддерживает состояние очень хорошим, адекватным. То есть нету каких-то спадов и падений. Все ровненько. И эффективное питание. То есть эффективное питание, это когда человек ест то, что он любит, и при этом понимает, что он ест. То есть чтобы это было... Если сегодня я тренируюсь, то я ем вот это. Если сегодня я разгружаюсь, я ем вот это. И сколько он пьет воды. То есть в воде я уделяю огромное внимание. Ну, здесь хотелось бы подробнее. Сколько все-таки нужно пить воды? Я спрашиваю об этом часто всех наших гостей. Ну, я, наверное, скажу не секрет, что 35 миллилитров воды на килограмм массы тела это такая уже доказанная норма. Когда ты тренируешься, можно пить чуть больше, но меньше пить нельзя. Я бы сказал, что тут большое внимание нужно делить, какую воду ты пьешь. Потому что ту воду, которую мы сейчас с вами пьем, она положительная. И для того, чтобы организм ее усвоил, ему нужно ее переработать. То есть об этом я много говорю у себя на странице, что нужно пить воду отрицательную. Рассказываю, как это делать. Как это делать, если вкратце? Ну, есть несколько способов. Есть аппараты, которые перерабатывают. Есть кораллы, то есть водные. Кристаллы, да? То есть их можно положить в воду? Да, ты кладешь их в воду, закрываешь, и там происходит химическая реакция. Вода... Деминерализация, да? Мы об этом тоже как-то делали программу. Это очень интересная тема, очень полезная. И некоторые заморачиваются еще в овес. То есть овес, неочищенный, заливают водой на сутки, там литр, по-моему, да? И вот она меняет заряд. То есть там минус 500 или 600 она становится. У нас кровь минус 70, если не ошибаюсь. И когда мы пьем воду, отрицательно заряженную, организм сразу начинает ее впитывать. Усваивать сразу же. Да, сразу же усваивает ее. Поэтому вот 4 вещи, на которых построено человеческое здоровье, и которые нельзя исключить из нашей жизни, если мы хотим быть здоровыми и полноценными. Когда можно к этому прийти? В каком возрасте? С каким бэкграундом? С каким состоянием здоровья? С любым. То есть ограничений нет, начиная с деток и заканчивая пожилыми людьми. И вообще мышечная, вернее мышцы восстанавливаются в любом возрасте. Это доказано наукой. Поэтому хоть ты 80 лет начинаешь заниматься, хоть в 3 годика, разницы нет. То есть я своих детей начинаю тренировать, закалять с первых дней жизни. А если сказать еще более точно, то еще когда ребенок находится в животе у мамочки, мама должна заниматься для того, чтобы ребенок уже в животе начинал делать гимнастику. Так что тут с первых моментов даже жизни, а не дней. Ну, прийти к этому можно в любом состоянии здоровья. Да, да. То есть имея... Никогда не поздно. Никогда не поздно. Нету невозможного, нет такого диагноза, ну, практически нет таких диагнозов, которые запрещают тренироваться. Ну, или там правильно питаться и так далее. То есть... Можем ли сейчас для наших слушателей дать какое-то упражнение, понятное на слух, чтобы понять состояние, может быть, своих суставов, да, или там своего там мышечного аппарата? Я люблю очень работать с плечевым суставом, так как вижу, что мы его очень недооцениваем. То есть мы работаем руками там на уровне груди, да, то есть это ручки, клавиатура, ложка, вилка, а плечевой сустав круглый. И подвижность у него должна быть 360 градусов. Если вы испытываете некоторые ограничения в плече, Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь у специалиста. ...шея болит, то я рекомендую вам попробовать сделать упражнение очень простое. Берете швабру перед собой, желательно взять ее на ширине плеча, ну, своих плечей, то есть это 60-70 сантиметров, у кого как, и на выдохе провернуть вот эту палку назад, то есть делать круговое движение. Если вы не можете это сделать на ширине своих плеч, перехватывайтесь чуть шире и делайте проворот. Если даже это сделать не можете, возьмите либо резинку, либо полотенце, которую можно растягивать, и сделайте то же самое. Но здесь есть очень важный момент. Если вы сделали на ширине плечевых суставов проворот, то ваши суставы абсолютно здоровы, плечевые. Если вы это сделать не можете, то стоит задуматься о том, что вы свое плечо не дорабатываете, и у вас, как бы, оно может приносить вам дискомфорт. То есть вот такое простейшее упражнение, которое любой человек может сделать дома, я рекомендую попробовать выполнить. Я благодарю за разговор. Напоминаю, что у нас в студии был Григорий Леон, эксперт по кинезиотерапии и массажу. Спасибо большое. Было очень интересно и полезно. Взаимно, взаимно. Очень рад. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравый смысл.